И минимум до 31 декабря 1926 года, уже при рождении первенца, семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Конечно, в любом случае, при любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного и минимума трудоспособного населения. У нас это в законе есть, надо закрепить это в Конституции. Также закрепить в основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения, имея в виду здесь и регулярную индексацию пенсии. Прозвучало очередное послание Путина. Не буду вдаваться глубоко в подробности. Все и так понимают, что Путин решил повторить путь Назарбаева. Создает Совет Безопасности с усиленными полномочиями, где, скорее всего, и будет, как и Назарбаев, пожизненно занимать пост председателя. Медведева уволили, конечно же, не за то, что он плохо справляется со своими должностными обязанностями, а просто переводит на другую работу. Создали для него новую должность заместителя председателя Совета Безопасности России. То есть Медведев, по сути, остается все так же вторым человеком в составе руководства Кремля. А Совет Безопасности плавно превращается в некое подобие политбюро КПСС, как это было при СССР. Но я бы хотел акцентировать внимание казахстанцев на другом. А именно на подачках Путина для своего народа. Чтобы протолкнуть свои поправки, Путин сделал ряд преподношений для россиян. Первое, это он собирается, по-моему, включить индексацию пенсии прямо в Конституцию. Это прям какой-то полный трэш, на самом деле. В Конституции, по-моему, каждого государства и так прописано, черным по белому, о том, что государство обязуется обеспечить достойную жизнь своим гражданам. И зачем туда лепить еще индексацию пенсии, совершенно непонятно. А также Путин сообщил о том, что повышает материнский капитал, увеличивает его еще на 200 тысяч рублей. Все эти слова еще больше вселяют в меня уверенность в том, что именно поэтому путинский агент Аблязов и же с ним все его Аблизоиды, именно поэтому продвигают в Казахстане эту политику протеста многодетных матерей. Все эти вот идеи извращенного материнства, все они имеют корни, как мы видим, именно в Кремле. Рожать детей для того, чтобы закрыть ипотеку или купить новую машину – это совершенно неправильная идея, на самом деле. Чтобы женщина хотела родить ребенка, в первую очередь нужна любовь. А чтобы была любовь, нужны нормальные человеческие условия. А что такое человеческие условия? Это дешевый бензин, низкие налоги, доступная медицина, нормальный курс рубля или тенге. В общем, все то, что касается нормальной экономики, а не подачек. Я уверен, что сейчас все ватные СМИ в Казахстане будут тиражировать эту новость. Вот, мол, посмотрите, Путин дарит всем российским мамам по 200 тысяч рублей. Но ни одна из этих ватных газет, ватных интернет-изданий не будет говорить о том, что бензин в России в два раза дороже, чем в Казахстане, что налоги в России в два раза выше, чем в Казахстане и так далее и тому подобное. Я более чем уверен, что рубль в ближайшие годы будет и дальше падать в своей цене по отношению к доллару. И эта надбавка на материнский капитал полностью аннулируется в долларовом эквиваленте. А значит, и на эту надбавку можно будет купить ту же самую квартиру, что и на старые деньги. Ту же самую машину и нисколько не больше. То есть, большой выгоды российские матери от этой надбавки не получат в итоге. Да и вообще, сама программа материнского капитала, как мы видим, все эти годы в России не дает должного эффекта. Прироста населения в российском обществе мы не наблюдаем. Поэтому все эти подачки в виде материнского капитала, они не должны являться примером для казахстанского общества. В первую очередь должна быть здоровая экономика. Нормальные цены на бензин, нормальные цены на продукты, доступное образование, доступная медицина и так далее и тому подобное. Надеюсь, в казахстанской конституции никогда не появятся такие формулировки о том, что ежегодная индексация пенсии гарантируется населению страны. Надеюсь, казахстанцы никогда не опустятся до такого уровня соблазна. Потому что если мы пойдем таким российским, то есть, скажем так, путинским путем, то мы доберемся и до таких формулировок, как детские пособия в Конституции, как бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте и так далее и тому подобное. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч!